Икорец. Это река Воронежской области России, левый приток Дона, бассейн Черного моря. Река Икорец это достаточно небольшой левый приток Дона. Длина реки составляет порядка 97 километров. Площадь водосброса 1630 квадратных километров. Река берет начало в 6 километров южнее от села Панино, неподалеку от села Софинка, образуясь отсление двух ручьев, питающихся грунтовыми водами. Подпитывается Икорец 10 реками длиной до 60 километров, среди которых самая большая березовка. В окрестностях реки леса немного. В основном по берегам располагаются луга и пастбище. Более-менее лесистая местность в районе санатория имени Цурюба, куда частенько приезжают рыбаки. Длина реки довольно узкая, от 200 до 800 метров шириной. В среднем течении расширяется до 1 километра, а в нижнем до 10 километров. Пойма реки Икорец по большей части влевобережная, луговая. На реке созданы пруды для разведения водоплавающей птицы и рыб. Всего в долине Икорца имеется 23 пруда для решения и хозяйственных нужд. Ниже среднего Икорца в пойме появляются довольно крупные озера. В нижнем течении Икорец подпирается доном. Это вызывает иногда заметный подъем уровня воды. При весеннем половоге пойму Низовьев Икорца и Донская пойма сливаются, образуя обширное заболоченное пространство. Здесь находят в себе убежище множество птиц. Километром ниже от истока Икорец впадает приток без названия. В этом месте долина расширяется до 1 километра. Склоны крутые, высотой 30-40 метров. Недалеко от поселка Мировка левый склон долины становится пологим, покрыт сочной травой. Выше и ниже села Кривуша крутые склоны долины разрезаются действующими оврагами, из которых вносятся твердые частицы почвы, в результате чего происходит заеление и обмеление нижележащих участков реки. Отчасти по этой же причине в засушливые годы река здесь пересыхает. На месте перекатов образуются сухие участки, они чередуются с зеровидными лесовыми улыблениями, заросшими тростником и камышом. От села Юдановка до устья Икорца долина имеет в среднем ширину 10 километров и полухие склоны. Чуть выше устья притока Икорца Березовки находится долинный останец Шип-Курган, образовавшийся в результате размыла водораздела между Икорцем и Березовкой. Высота Шип-Кургана 35 метров, ширина у основания около 500 метров. Плые Икорца преимущественно левобережные. В верхнем течении до впадения в Икорец притока Смычка она ровная, луговая, шириной от 1,5 до 2 километров. В средней части Икорца ширина ее возрастает до 3,5 километров. До села Верхний Икорец пойма лугово-полевая. В отдельных местах распахивается и используется под посевы. В нижней части Икорца она лугово-лесная, иногда заболоченная. Раньше здесь были два крупных озера, Лимень и Талы. Кругом непроходимое Тосниковое болото, на нем несколько десятков небольших озер. До села Гусиновка в русле реки созданы пруды для разведения рыбы и водоплавающей птицы. Между прудами русло густо заросло осокой и лозой, походит на болото. Ниже села Юдановка в Икорце подает река Березовка, которая образовала в русле Икорце песчаные отложения в виде островов. Это указывает на значительные выносы твердых частичек и эрозийную деятельность воды. Ниже села Средний Икорец появляются широкие глубокие пламяные озера. От поселка Федоровского до самого устья река течет в искусственном русле. Рядом с ним проложены осушительные каналы. Верховная долина реки Икорец достигает от 800 до 1000 метров и имеет крутые берега до 30 метров высотой. Ниже по течению берега изрыты многочисленными оврагами, а в русле появляются перекаты и заводи, поросшие камушом. В Икорце ловится довольно большое разнообразие рыбы, среди которых красноперка, платва, рыбец, лещ, карась, щука, окунь и прочее. Хороший клев наблюдается в районе Солонцов. Вообще традиционно более интенсивный клев Икорец демонстрирует внизу, ближе к дону. Окрестность реки отличается живописными пейзажами. Отдых и рыбалка здесь может доставить массу удовольствия. Долина реки заболочена. Крупные притоки река Смычок правый и Березовка левый. Этимология слова Икорец связана с индоевропейским словом Иккер, что значит вершина или возвышенность. Согласно другому мнению, название реки происходит от слова Икра, так как поселенцы считают, что в реку поднимается нерестиция Донская рыба. Заселение реки началось при Петре I в конце XVII века. В это время на реке была построена Икорецкая верфь. Судостроение на реке продолжалось до 1738 года. Для Азовской флотилии на верфи строились так называемые новоманерные или новоизобретенные судна. Не имея налыхов, они могли ходить и на верслах, и под парусом, и не только по морю, но и по рекам. Продолжение следует... Продолжение следует...